У нас терапевтический корпус долгое время строился и сейчас законсервирован. Да, такой вопрос, то возникает информация, что его снесут, то наоборот не снесут. Каковы перспективы и когда он будет строен? Спасибо большое за вопрос. Он по министерству здравоохранения волнует. И очень волнует губернатора, и вот Катерина помнит, да, разум, губернатора предыдущего мэра, да, не очень врачительное решение вопроса, когда были выделены в деле средства областного бюджета. Но, к сожалению, на сегодняшний день, каждый день чуть-чуть меняется. Как меняются позиции по лицензированию, там, станции переливания крови, так же меняются все проектные нормы, правила и так далее. Поэтому сегодня новым руководителям города создана специальная комиссия. Они сегодня проводят обследование, решают вопросы, что делать. И в какой-то стадии находится сегодня это здание, может ли оно быть там достроено, перестроено и так далее. Единственное, что я могу сказать, что в этой ситуации, ситуация находится на контроле в правительстве, и в любом случае решение о том, что транспортический корпус в Батайской нужно переконить, он просто необходим на причину, он все равно остается на контроле. Поэтому как только соответствующие структуры, берущие на себя ответственность за обследование этого здания, скажут, какова его волнеща, вам тогда уже проект будет принимать решение штурма. Ну, естественно, смотрели, как дальше. Хорошо. Спасибо. То есть надо понимать состояние конструкции. Вы понимаете, кто был на... Предполезда губернатора Волгодонска, кто-то, по-моему, называли его верно, да? А вы помните, поддержка больницы в Волгодонске. Вот там сегодня понятно, что там уже проведено обследование, что там те конструкции, которые, они могут быть использованы. Сегодня мэрия города Волгодонска разрабатывает проектно-смертную документацию на вопросы, связанные с капитальным ремонтом и конструкцией этого здания, и оно будет использовано, достроено и сделано. Здесь надо сначала получить... Спасибо.